Дорогие друзья, вы узнаете эту очаровательную блондинку? Мы вот купили клубничку и сейчас идем на блины. О, наша Лизочка пришла. Ты уже блины испекла? В процессе. Да, мы вот, смотри, клубничку купили к блинам. Так что вот так вот. Тогда пойдемте. Здравствуйте, дорогие наши подписчики. Ну, в общем, пришли в семью девочка русская, муча Египтяне. В очередной он. Посмотрим, Капи. Давайте посмотрим на него, что там муж там. Говорит хороший. Да, давайте, давайте. Вот я вам пример привожу хорошего мужа. Давай, давай, давай. Ой, ой, ой. Слышь, что вы тоже? О, артистах. Потом я убью. Он уже работает. Он уже работает. Наталья, расскажи, как мы с тобой познакомились и как весело было на съемках. Ой, вообще, меня совершенно случайно пригласили на массовку. Тут снимают постоянно фильмы же, сериалы. И, кстати, египтяне все в сериалах в эти, все смотрят, мужчины все смотрят сериалы. Женщинам некогда, они детьми заняты. Они живут по сериалу уже, правда? Да, да, да. Ну, в общем, массовка заключалась в том, что на Марине, это такая у нас есть причал, да, как или как он называется? Да. И вот по дороге снимает, идет парочка, а мы должны просто массовкой ходить туда-сюда все шесть часов, чтобы вы понимали. Мы вначале ходили как бы там по двое, по трое, потом нас рассоединили. А Вику поставили возле кафе, меня взяла египтянка и поставила, ну, чуть ли не посреди дороги и сказала, как только скажут слово «экшен», иди. Это было 40 минут. Я ждала этого слова. Я смотрела всем в глаза работникам, думаю, ну, ну, кто скажет-то мне, ну, я уже устала, я уже и так и эдак. В общем, за 40 минут я стала девочкой легкого поведения, чтобы вы понимали, что все проходящие египтяне смотрели и говорили «хэллоу», там, ну, и все такое, и подмигивали там. Ну, что-то от меня хотели, естественно, потому что я стою просто посреди дороги и на всех смотрю, что я хочу. Да, да, да. У Вики хоть развлечения было, она там в кафе менеджера искала. Не, не, я хотела сделать предложение деловое и говорю, значит, ему, вот я блогер, я могу с вами сотрудничать, а он так на меня смотрит. Какой блогер, если ты массовка? Тебя тут гоняют туда-сюда? И, главное, речь же пошла о том, как мы познакомились. Мы рассказали все, но не как мы познакомились. В общем-то, мы на этих съемках-то и познакомились. А, да, точно. И сняли первые вот эти кадры, там, где-то они есть. Видишь, как хорошо, что ты пришла, да? Да, и нас так, мы подошли друг к другу. Да, 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 кстати, так и бывает. В общем, не скучно нам тут. Так интересно, слушай, да, я помню, ты сразу отреагировала, взяла, подсела, вот помнишь? Ты меня позвала, девушка, иди садитесь. Я говорю, а что делать? Просто посидеть. Я говорю, ну, просто посижу. Да, видишь как? Я даже не помню. Ух ты! А вот, в общем, так происходит дальше дело, когда карты вскрыты, и он начинает говорить. Если ты будешь мне угрожать чем-то, то я пойду в полицию, скажу, что ты работаешь без рабочей визы. То есть, понимаете, уже начались угрозы. А еще у них были, ну, это, наверное, у всех же есть, я сейчас опять откровенно говорю, некоторые фотографии, ню, и он ей тоже говорит, я выставлю твои все фотографии на Фейсбук. Вот так. То есть, это вот это говно, это причем у каждого, когда, да, когда заканчиваются отношения, они начинают что-то угрожать своим девушкам. Ну, опять же, смысл такой, что не хотят заканчивать отношения, они не найдут же таких больше, понимаете? Может, других, но не таких, а им очень удобно, как они говорят, у тебя такой выгодный характер. Удобный. Выгодный характер, выгодный, все хорошо. Там, кстати, были какие-то вопросы по поводу, хорошо, что там деньги он у нее не забрал. Нет, ему деньги совершенно в этом случае не нужны были. Вы не понимаете, какого масштаба он бизнесмен. Поэтому дело не в деньгах, дело только вот в его, не знаю, в его мышлении. И что он хочет, а никто не понимает, что он хочет, любви или ненависти, или то месяц люблю, месяц не люблю. В общем, засекреченные такие загадки, мужчины-загадки. Дорогие подписчики, Виктория встает очень рано и будет нас, чтобы записывать ролики. А вообще все в Египте спят еще, вот никого нет. Ну что же, будем продолжать историю незавершенную. Да, мне прислали уже скриншоты по переписке. В общем, карты вскрыты. Эта девушка написала своему, ну так сказать, уже бывшему, что она знает о его проделках, что он пишет всем девушкам одновременно, 10, 15, 20, я не знаю, сколько их там в Фейсбуке, на что он сразу замолчал. И потом пошло вот это называется говно, которое выливается после, чтобы защитить себя. Он начал говорить, ты ошибаешься во мне, я хороший человек, я очень честный, и на самом деле жена у меня мертва. То есть последний раз вы помните, что жена воскресла, а для других девочек она умерла. Теперь спрашивает его, а почему у тебя вначале умерла, воскресла, потом опять умерла. Оказывается, объясняет он так, когда она воскресла, я просто не хотел с тобой дальнейших отношений, я хотел с тобой закончить, ты не подходишь мне. Она мне еще такую смешную штуку сказала, но она из русских, и естественно, и в клубы можно, она и с ним также в клубы ходила, и в рестораны, и также они выпивали алкоголь. Он ей сказал, ты мне не подходишь, потому что ты пьешь и танцуешь. То есть оказывается нельзя пить и танцевать. Ну, а вот так как у нас такой менталитет, мы все любим и выпить по праздникам, и также потанцевать, тем более в клубе. И он, его все бабы, он сам уже не забыл, все любят. Понюхай. Тут нам Наташа тайную историю рассказывает, поэтому я выключу микрофон. Да, понятно. Сейчас будем кушать. Печет блины, вот так вот в бутылку загрузила, все. Представляете, вот так вот, ну, девочки говорят, мы давно это знали, и мне никто не сказал. В общем, посмотрела я ваши комментарии, в этих комментариях есть, ну, разные, да, то есть больше, конечно, хорошего. А женщина там одна пишет, вот я была 10 раз, я, меня не там, никак я на них не реагирую и так далее. Я вам уже раньше говорила, не реагируйте. Да, вы боитесь, конечно, я смелая, а вы боитесь, потому что вы уже посмотрели всякие разные передачи с ними. Если, типа, секс не интересует, ну, может, вас вообще секс не интересует, то это другое дело. А вообще-то, ну, они любвеобильные, и если вы попробуете, то вы будете уже по-другому говорить об этом. Понимаете, что не надо мне ничего. Нет, понимаете, начало-то оно красивое, и в плане отношений, и в плане сексуальности, как бы, не хочу никого, никаких мужчин оскорблять. Есть и у нас, и в России, и в Украине, и в Беларуси вот такие мужики. Но здесь, по-моему, они через один просто помешаны на сексе, поэтому у них либидо или как... Вот, что еще хочу. Вот сейчас пришли в гости к Лиде, она, у нее мужчина-египтянин молодой, и он вышел тут, она говорит, вот какой он скромный, он скромный очень. Я говорю, вы знаете, они все скромные, они такие скромные, скромняшки, они такие воспитанные. И начало такое. Я ей, конечно, желаю счастья. Ну, посмотрим. Да, я желаю счастья. Причем, знаете, опять недавно ко мне приходила, буквально два дня назад, девушка беременная, я ей делала кератиновое выпрямление, и мы с ней разговаривали. Извините. И мы с ней разговаривали, у нее муж египтянин, они жили там где-то в Англии сколько-то лет, все вместе составляет пять лет совместной жизни, позамужней, прямо с кольцами, со всеми делами, не орфий брак, а все документально. И она говорит, я, вот я, одна из тех, кому повезло. Я так на нее смотрю, думаю, молодец. Но она только забеременела, опять же, понимаете, опять же, только забеременела. Дай бог им счастья, когда она родит и когда все будет хорошо. Вот, прошлое, ты понимаешь, да, Лиза? Да, Лиза, как ты сюда попала? Хотя я примерно, приблизительно знаю. Ну, изначально я приехала сюда полгода назад, как турист. У меня тогда было обострение астмы в Москве, я лежала в клинике, очень тяжело протекала болезнь. И вот я приехала подлечиться, когда немножко стало полегче, приехала сюда, и спустя неделю я перестала пользоваться ингаляторами абсолютно. Вот, это просто такая реклама к нему. Да, вот именно сухой климат египетский очень круто влияет на дыхательную систему. Вот, приехала, значит, в отель, две недели была в отеле, тусовалась. И потом думаю, блин, ну, по сути, у меня ничего дома не держит. Работа у меня удаленная, я думаю, останусь на подольше. Сдала билеты, продлила себе отель, не покупала обратные билеты, то есть я жила здесь без билетов. Это только для смелых, в Египте ты делаешь. В Египте только для смелых. Как семья твоя берема? Изначально, ну, у меня только мама. Изначально мама была очень встревожена, переживала, как я одна в Египте, в восточной стране с этими опасными мужчинами и так далее. Ну, нет, потом со временем... Спасибо. Потом со временем она смирилась, как бы нормально, сейчас мы каждый день общаемся по видео. Ну, конечно, все равно переживает. Ну, так, где-то через месяца-два я снова планирую съездить, навестить мамулю и потом вернуться обратно. И, значит, осталась я здесь на месяц, и в конце этого месяца я встретила мужчину. Где ты встретила мужчину? Откуда? Не стандартное знакомство. Он не работал в отеле, не работал в магазине. Это он, значит, не стандартное знакомство, он не работал нигде. Нет, это стандартное знакомство. Я сидела на шаратоне, на улице, в кафе, курила кальян, разговаривала по телефону. Он проезжал мимо меня на машине. Машина-то уже хорошо, понимаешь? Такая примарочка, что мужчина на машине, египтянин, уже с деньгами. И он проезжал мимо меня на машине. Он проехал раз, развернулся, проехал два, проехал три. Где-то даже есть видео, что он снимает, как я сижу в кафе, но он стеснялся. Да, естественно, естественно. Ну, потом в итоге на четвертый раз где-то он вышел из машины, остановился, подошел. Мы посидели в этом кафе, пообщались, обменялись телефонами. Ну, ничего такого сверхъестественного, там, как бы, любовь первого взгляда, нет. Такого не было. А с какого? С какого дня взгляда любовь появилась? У них это быстро вся. Ну, наверное, где-то спустя месяц. О, молодец. Она, потому что молодая, неопытная еще. Это нам... Ну и то, я очень долго не подпускала его к себе. Я человек наученный, я проверила все его документы. Потом я заставила его, перед близостью, я заставила его пойти в госпиталь, сдать все анализы. И он пришел... Я тоже так делала, ты понимаешь? Он пришел ко мне со всеми справками. Я тоже так делала. Но не до конца. Довела не до конца. Я тоже такая же. Покажи паспорт, покажи все анализы. Да, конечно. И вот у него свежие анализы. Он прям сразу из клиники прислал мне фотографию забинтованных этих рук. Сразу, значит, все документы. Да, через четыре... А где клиника находитесь? Да хоть где, хоть на каусе ли он? Везде они. Конечно. Я тебе все клиники покажу. О, это будет отдельное видео. Да, да. И вот он приехал ко мне с бумагами. После этого уже, понятно, начались какие-то близкие отношения. Значит, дальше он снял квартиру. Где-то еще две недели я была. Мы жили в этой квартире. Ну, уже, естественно, все стабильные, нормальные отношения, как у всех. Не за ручки держали. Вот. После этого мне нужно было улететь домой. На 25 дней меня здесь не было. Ну, понятно, ежедневные созвоны. Ну, знаешь, опять справки просила, да? А как? За 25 дней, может, пять? По пять. Шикарно. Вот постоянно все говорят, что все египетские мужчины плохие. Все изменяют. Все там такие мачо. И я себя все время накручиваю и поношу ему мозги. Нет, на самом деле, опять же, говорят. Вот я... Это я из комментариев сейчас буду говорить. Потому что я их всю ночь читала. Вот я... Такая женщина, я не пойду. Ну, и с таким намеком, что это грязные там арабы и все такое. Вы знаете, что... А вот что касается египтян, приличных, воспитанных... Ну, опять же, я говорила, что их не воспитывают. Но которые заканчивали университеты. Которые видно, что они приличные, они не грязные. Они очень чистые. Они очень следят за собой. Что здесь, что там. Поэтому не надо это говорить. У нас, допустим, не знаю, как там Украина, так и в России. У нас, господи... Ну, мужчин надо еще и заставлять, наверное. Это очень редко, когда чистоплотные мужчины. А здесь они чистоплотные. Они следят за этим. Они даже следят за девушками. Опять пример приведу. Ну, можете говорить, что это про меня. Клининг сделали, а? Клининг. Да-да-да. То есть они заботятся о здоровье. Так что... Клининг. Кто там не пробовал, пробуйте, не стесняйтесь. Но сначала просите справки. Справки, да. Справки, да. Я тоже спрашиваю. Потому что мало ли что. А я не прошу. Я веду за ручку. Клининг. Еще? Аня. Даже сама иногда, допустим. Ну, вы не подумайте, что я каждый раз прилетаю, и каждый раз у меня нового мужчину. Нет, конечно. Просто для себя, для своего здоровья. Если я улетаю врачей, я перед полетом за три дня иду сдавать анализы. Вот и все. С этой справки. Ну, так, так. Такая жизнь, что делать. Правильно. В общем, могу рассказать о том, что я здесь, по сути, ничем не занимаюсь. Я работаю удаленно, пару дней в неделю с помощью ноутбука. То есть здесь я не зарабатываю деньги. Пока на данный момент я полностью зависима от мужчины. Поэтому квартиру оплачивает он, продукты оплачивает он. Ежедневно какие-то деньги на мои там всякие нужды тоже дает он. То есть, ну, пока в данный момент я ни в чем не нуждаюсь. Есть у меня одна увлекательная история, но я ее приберегу на следующий раз. Эта история связана с этим мужчиной и с моими кредитами в России. То, как он помог мне решить эту проблему. Но эту историю я расскажу вам в следующий раз. Я не знаю, как ты лучше рассказывать. Если ты расскажешь, что он тебе помог, то, я думаю, у тебя появится конкурент. Тогда мы его лицо замажем. Да, да, да. Чтобы никто не узнал. По поводу ревности, да, она присутствует у меня. Не у него, он меня не ревнует. Ревность присутствует у меня. Потому что, правда, из каждого, отовсюду, просто все женщины, мужчины говорят об опасности арабских мужчин. Что все они изменяют. У всех там по миллиону жен. Конечно, я себя накручиваю просто постоянно. Он там разговаривает с кем-то по телефону. Я подойду, послушаю. Ага, мужчина, ладно. Но за все это время... Вот так они и управляют потом женщинами. Да, да. Потом, попозже. Да, да. Но пока никаких намеков на это я... Манипуляция. Как у меня, Таржи. Я тоже ревновала. Знаете, как... Я ревновала, я плакала. У меня истерики были. Нет, нет, истерик не было. Я не плакала. Ну, на самом деле, другого все было, конечно. Мы же тоже как уже... Ну, он увидел то, что я переживаю. Я с ним откровенно поговорила на эту тему, что очень многие говорят об арабских мужчинах. Он снял все пароли с телефонов, открыл все соцсети. Во всех, абсолютно во всех соцсетях. У него нет дополнительных, как у многих. Там у него две страницы в Фейсбуке, они в свободном доступе. Во всех соцсетях фотографии мои совместные. Ну, то есть дополнительных каких-то телефонов или мессенджеров у него пока не имеется. По крайней мере, замечено не было за это время совместного проживания. У него все запаролено. Телефон, WhatsApp, YouTube, то, другое. Все-все под паролем. Нет, здесь у него все в свободном доступе. До начала моих переживаний у него просто стоял стандартный пароль на телефоне. Ну, там, один, два, три, четыре, грубо говоря. И после того, как я с ним поговорила на эту тему, что я переживаю, потому что все у меня вот капают на мозги, он снял пароль и говорит, в любое время, пожалуйста, ну, как бы секретом. Ну, надеемся, что ты будешь счастливая. Посмотрим, как сложится. Ну, пока. Встречаемся через пять лет. Ну, вот, повторюсь, несмотря на его бюджет, деньги, что ему все нравится, из чего я готовлю. А я же не могу из топора сварить суп, правильно? Я покупаю хорошие продукты, естественно, все дорого. Когда мы идем в магазин, я говорю, давай, вот это тебе понравилось, вот это понравилось, это. Начинаю ему говорить, он говорит, не, это дорого, это дорого, это дорого, это дорого. Не, я учитель просто буду есть там. Ну, египетскую еду, лепешки. Вот так. Так что мне не удается никого вкусно накормить. Только за свой счет могу накормить. Я постараюсь пригласить Викторию к себе в гости, приготовлю что-то русскую еду, борщ там или что-то. И расскажу вообще, чем я занимаюсь тут, какая у меня работа в бьюти-сфере. Кто-то там еще, были комментарии, кстати, говорит, ой, что у нее за факли, ой, я бы ей изменил прическу. Ну, знаете, такое называется сапожник без сапог. Да, я бы тоже себе что-нибудь изменила, у меня все повыпали тут маленько волосы, потому что мастера такого, как я, нет. Только в России или там в Украине, не знаю, или в Белоруссии, правда. Ко мне приезжает Украина, Белоруссия, я делаю так красиво, все хорошо, но себе я же не могу сделать. Поэтому будем с паклями ходить. Ну, кому-то нравится, между прочим, мои пакли. Мне нравится очень. В общем, к Лизиной истории мы вернемся лет через пять. Почему-то, я думаю, что через год уже вернемся, посмотрим. Хочу пожелать, конечно, счастья. Вас жду всех и Вику у себя на больше. И там мы уже обговорим другие вещи. Как бы будет с продолжением, конечно, потому что моя история еще не закончена. А там я просто расскажу немножко о себе. Дорогие подписчики, если у вас есть какие-то вопросы ко мне, по поводу моей семьи, по поводу моей жизни здесь, не стесняйтесь, спрашивайте в комментариях в следующих видео. Обязательно постараемся на них ответить. Ну, что ж, на сегодня все. Если выпуск был вам интересный, вы можете меня единожды отблагодарить. Нажать на сердечко «Спасибо», которое находится под видео. И выбрать маленькую сумму. Я увижу от кого. И до скорых встреч в Египте. Пока-пока.